Здравствуйте, это Мультиформат и Федерал Пресс, с вами Оксана Дягина. Сегодня и Россия, и Европа следят за событиями в Беларуси. Высказываются самые разные мнения о причинах рождения протестов. Вот все-таки, на ваш взгляд, есть ли там рука пустая по западным спецслужбам? И можно ли говорить на сегодняшний день, что есть некий отработанный оранжевый сценарий? Ну, давайте начнем с самого главного, потому что, в общем-то, протесты возникли сами не на пустом месте. Прежде всего, мы точно должны понимать, что вызвало недовольство, в общем-то, в обществе, а мы понимаем, что люди, которые вышли 9-10 числа на улицы, в первую очередь недовольны были результатами выборов и обижены на то, что власть просто проигнорировала их политическое мнение. Это говорит о том, что уже белорусское общество достаточно зрелое, чтобы сделать, в общем-то, шаг дальше и начать развивать политическую культуру. Касательно политтехнологий и внешнего вмешательства, безусловно, очевидно, что признаки этого есть. Во-первых, и координация протестных акций велась, там, телеграм-каналом «Некста», который находится в Польше и финансируется и западными спецслужбами, и МИДом Республики Польши. И очевидно, что и нынешние лидеры оппозиции, тот же координационный совет, так или иначе все аффилированы с националистами и с теми организациями, которые долгое время находились в орбите, в общем-то, западных фондов или специальных служб. Но это тоже надо понимать. И, в общем-то, в результате вот этой политкомпании выборной мы видим и должны констатировать факт, что, да, реализуется сразу несколько политтехнологических решений. Появление Тихановской как национального лидера, который сейчас находится в Литве, и формирование вот этого координационного совета, который полностью ориентирован, в общем-то, на Запад. И там ищет дальнейшую поддержку для своей политической деятельности. Вы знаете, я думаю, что в политику она попала вообще как случайный человек. Потому что, ну, человек со стороны, вовлеченный просто в политический процесс, и теперь она скорее продукт политтехнологии, чем субъект вообще политики. Я думаю, что Александр Лукашенко тоже не видит в ней политического оппонента. Он к ней относится, и сам это неоднократно говорил, что вот бедная девочка-томохозяйка, которая, в общем-то, стала или предполагалась, что она будет просто тараном протестного движения, а за ее плечами стояли более опытные люди и с точки зрения политики, политтехнологий. В общем, она выступала как консолидирующий символ. Но когда протест фактически оседлала националистическая повестка, вот это тоже интересный вопрос. И сегодня в Беларуси поляризация общества произошла с учетом, в общем-то, и этого. Потому что объединенный штаб провозгласил программу, до этого озвучил, которая сейчас пытается спешно откреститься. А это старая заезженная песня о главном. Там одни националистические русофобские лозунги, которые большинство людей не поддерживает. Это, не знаю, массы, которые выходили, это не националисты исключительно, и не бандеровцы. Это люди, требующие справедливости. Это люди, которые выходят на улицу против насилия со стороны правоохранителей, такой жесткой реакции. Никогда не могу не задать такой вопрос. Вот вы тему затронули национализма, а все-таки вот что это за националистическая повестка? То есть это, вы сказали, она русофобская. Так в чем... Запрет русского языка. Как у нас двуязычный. У нас сложился вообще консенсус общественный. У нас двуязычие. Большинство граждан страны разговаривает на русском языке. Это факт. В этой программе, которую сейчас они удаляют спешно, но интернет все равно все помнит, четко продекламировано. То, как переход на белорусский язык, выход из всех союзных программ, денонсация договора о союзном государстве, выход из структуры ДКБ, выход из Евразийского союза. У нас в той или иной степени 50% граждан абсолютно не являются противниками союзного государства. Другой вопрос, какой формы и глубины, в общем-то, интеграции. Если говорить про русских этнических граждан, проживающих на территории Беларуси, они, я думаю, поддержали бы идею более глубокого политического альянса. Но так или иначе, в обществе настроения совершенно другие. Что это был за документ? Это некий манифест был координационного ответа? Это была программа, сейчас же, если вы обратили внимание, совет анонимный. Они скрыли, в общем-то, персоналии, ну, из целей якобы безопасности. На самом деле, туда вошли же откровенные русофобы, люди, которые очень много лет были в оппозиции Лукашенко, занимали антигосударственную позицию, и многие из них активисты националистического движения. Соответственно, это было размещено на сайте их партнеров. У меня даже есть, в общем-то, скриншоты по подтверждению, на сайте Reform.by, на котором была программа. Потом они удалили русский вариант, но эта программа осталась в белорусскоязычной версии. и в англоязычной. Причем эта программа была под кальку, под копирку с программой «Реформа», которая была опубликована во время Мальдана Украины. Вы понимаете, это тот же самый украинский сценарий, получается? Да. Увы, просто недовольство граждан в данном случае, и справедливое недовольство граждан, фактически было канализировано вот этими националистическими силами. Если говорить о Западе, как вы считаете, какого человека Западу выгодно сегодня видеть на посту президента Белоруссии? Прежде всего, лояльного Запада. Лояльного Запада и готового расторгнуть все соглашения с Россией. Не имеет значения, что это Тихановская или нет? А без разницы. Главное, чтобы реализовывались дальше вот эти программы, которые заявляют геополитические. Разрушился наш Восточный геополитический альянс, и ему на смену пришла концепция по факту междуморья. О чем говорят в Прибалтике, о чем говорят в Польше. Потому что именно эти две страны на данный момент являются, так сказать, движущей силой и, в общем-то, региональным актом. Кто уже за их плечами стоит, ну, это тоже вопрос для отдельного обсуждения. Это некое возрождение речи посполитой? Такая идеология получается? Да, такая форма. Вот недавно, буквально вчера, по-моему, марш солидарности прошел в Белостоке, в Польше, где было провозглашено поддержкой солидарности. Кстати, солидарность, как технологический, в общем-то, политтехнологический лозунг брошен. Сейчас оппозиция планирует цепь солидарности, марш солидарности. И, как ни странно, в Польше тоже проходят солидарные акции солидарности, возглавляемые движением «Солидарность», которые ставят свою задачу еще с 80-х годов борьбу с коммунизмом, да, и, ну, в общем-то, имеет, в общем-то, крайне, знаете, антирусские, антироссийскую политическую позицию. Мы начали с вами разговор с того, что определенная почва все-таки для протестов была, и я так понимаю, что даже сегодня среди тех, кто поддерживает Александра Лукашенко, есть определенные сомнения, возможно, в честности, подсчета голосов. Вот, как вы скажете, реально ли сегодня Александр Лукашенко пользуется поддержкой 80% жителей страны? Ну, я не могу вам тоже достоверно на этот вопрос ответить, потому что есть результаты экзит-полов, которые проводились не платформами онлайн, которые готовились под эту платформу «Голос» и так далее. Это все-таки их данные не репрезентативно. Мы не можем их достоверности тоже убедиться. Другой момент. Вот, по данным экзит-полов, которые опубликовались и ЦИКом в том числе, и процент проголосовавших в Минске «за», там было около 64, а не 80. Но это только Минская область. В остальных областях экзит-пол показал, что более 80. Но это сложная ситуация. Как мне кажется, это сложная ситуация, она патовая ситуация. И власть совершила ряд серьезных ошибок, в том числе и при подготовке к выборам. И потом ряд серьезных, как мне кажется, таких действий, применила такие методы, которые, в общем-то, и вызвали бурю гнева у людей. Другой момент. Надо взять, ну, собрать все факторы. Не развивалась фактически политическая культура в Республике Беларусь в последние пять лет. И мы видим, что у нас такой, скажем, сложилась устоявшаяся система такая, дуальная. С одной стороны, прозападные националисты, с другой стороны, сторонники власти абсолютно, причем, разного спектра. И геополитических, даже в том числе, геополитических предпочтений. И почему и на этом поле не ярко и не присутствовала фактически пророссийская, просоюзная политические силы? Почему так получилось? Потому что Александр Григорьевич последовательно декламировал и был главным у нас, главным политиком, главным пророссийским политиком. Соответственно, эта ниша им, в общем-то, и занималась. Но события последних пяти лет, особенно после украинского кризиса, ряд заявлений, охлаждения отношений, мы никогда не были с Россией в таких, в общем-то, плохих отношениях. Всегда ввелся какой-то диалог. Ну и к этой кампании мы подошли абсолютно в минорных тонах. Второй момент важный – это коронавирус. И хоть и власти технически абсолютно верно, я считаю, отреагировали, то бишь организовали работу, работу медицинского сектора всего, но те заявления, которые были сделаны на самом высоком уровне, к сожалению, вызвали тоже озлобленность людей. Они почувствовали в этом некое пренебрежение к самим себе, к их жизни. Если мы ставим в углу угла человека и человеческую жизнь, о чем неоднократно заявляем с высоких трибун, ну, значит, и заявления, и действия должны этому, в общем-то, соответствовать. И вот на этом фоне, понимаете, снижение серьезных проблем в экономике, прежде всего. Это ударило по карману каждого белоруса, да, под предприятием крупным. На этом фоне мы приходим к выборной кампании, в которой президент занимает, в общем-то, неактивную позицию. То, что мы видим сейчас, митинги сторонников президента, да, люди выходят на улицу в поддержку. Вот этого не было. Это сейчас спешно власть пытается исправить ошибки. Фактически можно сказать, что предвыборная кампания идет сейчас. Вот эти митинги сторонников президента, о которых вы упомянули, сегодня протестующие говорят о том, что там не так много людей, что это все люди привозные из других регионов на автобусах. Как бы вы оценили, там действительно все привозные или есть определенная поддержка? Это тоже не все, как преподносит, скажем, не хочу тоже называть оппозиции, но противоположная сторона тоже далеко все не соответствует действительности. Сейчас огромное такое информационное напряжение, фактически идет борьба информационная, поэтому все заявления максимально пропагандистские. Вот. Немало людей, сторонников президента, выходят сегодня в его поддержку. Есть, безусловно, ну это старая власть привыкла действовать старыми проверенными методами. Она еще не осознает или начинает только осознавать, что по-старому уже нельзя. Если бы политические реформы, которые очень важны сегодня, да, изменения системы политических и общественных отношений произошли раньше, наверное, таких трагичных событий бы не было. Вот. И не свершилось бы. Если бы была максимально широкая палитра сил представленных, в том числе и в парламенте, активно участвовав в политической жизни страны, такого кризиса и такой поляризации в обществе, в общем-то, мы бы не увидели сегодня. Немало людей. И есть, конечно, административный ресурс, это понятно, но других инструментов у действующей власти сегодня просто нет. Она не опиралась никогда на институты гражданского общества. Власть всегда опиралась на вертикаль, и тем продиктована, в общем-то, ее стратегия и принятие решений определенных. Если говорить о митингах протеста, там выступают все местные жители, выходят на эти митинги, либо там тоже есть какой-то элемент? Может быть, привозы, может быть, приезды каких-то там гастролеров из других регионов, из стран, возможно? Это политтехнология, политический процесс, конечно, и то, и другое имеет место быть, потому что среди задержанных, кстати, граждан во время беспорядков было много иностранных граждан, в том числе и Российской Федерации представлены, ну, так называемые, там, белоленточные оппозиции, были гастролеры из Польши, представители, причем, достаточно радикальных фашистских организаций, были украинцы, те, кто, в общем-то, Майдан организовывал, и специалисты. Было много белорусов, которые приехали из Украины, кстати, которые были участниками Майдана, остались там, но сейчас, бросив все, решили поучаствовать, в общем-то, понимая, какая ситуация складывается, посчитали, что их профессиональные навыки, именно профессиональные навыки организации протестов могут быть полезны, и, да, это все, тоже все есть, и точно такие же привозы, и точно такие же карусели. Вы помянули отчет движения «Голос», есть еще платформа «Честные люди» и «Зубры», и я видела, что там тоже они делали определенные отчеты по поводу выборов, и даже такую карту с фальсификациями, где было более 400 участков. Главный вывод отчет о том, что выборы недействительные, вот все-таки, что вы думаете? У нас 400 участков, это же не все участки. И второй вопрос, как они ведут подсчет, как они технически фиксируют результат, и нет ли там, на этой платформе фальсификации. Когда вы фактически анонимно можете отправить любые там данные, сфальсифицировать, даже протокол, ничего сложного, бланк написать, отправить, писать туда собственной рукой. Какие-то данные не составляют большого труда технического. Поэтому я бы серьезно к этой, скажем, социологии политической не относился. Но мы видели количество людей, которые вышли защищать свое мнение и свой голос. И их немало. И они все, если еще раз повторюсь, не все, не националисты, там какие-то отморозки. Это тоже наши граждане. И сегодня самое главное, мне кажется, это начать политический диалог. То, о чем и заявил глава республики, кстати, перед выборами о том, что нам необходима политическая реформа. Конституционная реформа, реформа главного закона республики Беларусь. И вот сейчас я считаю, что необходимо для того, чтобы этот процесс перевести с улицы в политическое русло, незамедлительно эту реформу объявлять. Изменять даже саму систему. Будет ли это президентско-парламентская республика с наделением парламента большими властными полномочиями? Или это будет парламентская республика? Но именно я вижу единственный выход. Это такой политический диалог. И если власть даже будет, скажем, гарантом выступать, этого диалога, что он будет широкий, туда будут привлечены к этому диалогу представители всего спектра политических сил. И пророссийских, и националистических, неважно, у каждого тут свое мнение. И пусть народ сам решит. Для этого все условия есть. И очевидно, что у людей есть понимание. Мы, возможно, у нас сейчас уникальная возможность избежать серьезного политического кризиса и новую страницу написать политической истории нашей страны. Мне кажется, Вы совершенно правильно отметили, что именно нехватка диалога с гражданским обществом, возможно, и привела к таким печальным последствиям. Хочется Вам на самом деле пожелать, чтобы гражданское общество было услышано властью и мнение народа также было услышано.